В ваших глазах я вижу не мой вопрос. Неужели этот мощный коллектив выдохся и решил выехать в полуфинал на своем земляке? Не выдохлись, а напротив обрели второе дыхание. Команда КВН Планета Сочи попытает счастье в высшей лиге. Туда наши КВНщики попали по итогам фестиваля Кивин. Планета Сочи не новичок в клубе веселых и находчивых. В прошлом году они уже играли в телевизионной лиге сильнейших. Мы в прошлом году ставили себе задачу 1-4, это минимальная, максимум полуфинал. Мы в прошлом году успешно выполнили эту задачу. В этом году у сочинских юмористов планы еще более грандиозные. Выйти в финал высшей лиги и даже выиграть ее. И все шансы есть. Они уже полюбились зрителям, их оценили коллеги по цеху. Высокую оценку они получили и от членов жюри. Конечно же было очень приятным слова Гусмана, когда он отметил то, что это действительно прорыв. Он сказал, что за всю свою жизнь я никогда не говорил таких слов ни одной команде. А сейчас хочу сказать, что команда из Сочи меня удивила. У команды есть свой стиль. Они шутят на разные темы. Вот, например, музыкальный номер про Олимпиаду в Корее, где нашим болельщикам запретили приносить на стадионы российский флаг. Спрячу сербский флаг, я топоры и достану лишь из укрытия, в час, когда зажгут огонь игры. Я сербский флаг переверну, и вот он наш российский флаг. Сейчас планета Сочи может с головой окунуться в творчество, не думая о материальной стороне игры. У сборной появился спонсор. Соответствующее соглашение было подписано в самом начале года. Нужно сказать, что КВН – это не просто игра, и ребята показывают себя. Это большая реклама курортного потенциала нашего города. Это большая реклама наших возможностей. Это говорит о том, что в городе Сочи есть активная, креативная и развитая молодежь. Сегодня сочинские КВНщики уже начали готовиться к первой игре нового сезона. Одна восьмая финала высшего дивизиона юмористов уже не за горами – 15 февраля. Кстати, на сцену планета Сочи выйдет в обновленном составе. Ну а за выход в четверть финал сочинские КВНщики будут бороться с командами из Питера, Сургута и Ульяновска. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.